В Ростов-на-Дону пришла беда. 21 августа страшный пожар уничтожил сотню домов и оставил без крови десятки горожан. Глава Донской митрополии призвал организовать сбор средств в помощь пострадавшим и посетил Ипрахиальный центр гуманитарной помощи. Владыка лично доставил на склад предметы первой необходимости и одежду. Подробнее об оказываемой помощи и о том, как к ней присоединиться, в сюжете наших коллег. В наш город пришла беда. Крупный пожар в центре Ростова оставил без крови десятки людей. Этими словами начинается обращение митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия к пастырям, монашествующим и жителям Донской столицы. В каждом храме Ростова развернулся пункт сбора помощи. Самый крупный на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы. Это Ипрахиальный центр гуманитарной помощи. Мы находимся в самом непосредственном взаимодействии с МЧС, со службами МЧС. И с властями области и города. Поэтому наши действия скоординированы. Мы не пытаемся заменить с собой МЧС или те социальные службы, которые существуют в правительстве области и города. Но мы пытаемся своей помощью восполнить то, что нужно. Как человеческое участие, так и финансовую помощь, так и в том числе и гуманитарную помощь. Одежда, обувь, постельное белье, мыло и шампуни, крупы, консервы. Неравнодушные ростовчане несут сюда все, что так необходимо людям, у которых в один момент кардинально изменилась жизнь. Поток желающих помочь не прекращается ни днем, ни ночью. Каждые полчаса где-то у нас 4-5 семей приносят гуманитарную помощь. То есть в течение часа у нас около 10 семей. Приносят в пакетах. Мы раскладываем женское, мужское, детское. И по возрастной категории, и по размерам. И взрослые вещи, и детские вещи, обувь, майки, верхнюю одежду. Мы второй раз приезжаем, утром были. Мы привезли и поняли, что людям нужно все. От пола до потолка. И посуду еще привезем, и бытовую технику. И я прошу с миру по нитке всех людей откликнуться. В самом центре Ростова, в районе театральной площади, бушевала стихия. Горели сразу несколько кварталов. Тушили и днем, и ночью. Огнем было охвачено 10 тысяч квадратных метров земли. В руинах сотня построек, 80 из которых жилые дома. МЧС сообщает, эвакуированы 600 человек. Сколько остались без крыши над головой, пока неизвестно. Сейчас у епархиального центра почти 2000 подопечных. Малоимущие, мамы-одиночки, дети-сироты. После страшного пожара к ним добавится еще несколько сотен человек. Список пострадавших формируется. Все эти люди, кто в этих списках, будут поставлены на наш учет, если можно так это назвать. Возьмем их под свой патронаж. И раз в неделю, либо раз в две недели, они будут регулярно получать эту помощь. То есть не собираемся это одноразово сделать и забыть об этом. Я об этом прекрасно знаю, уже опыт показывает, что все это тянется довольно-таки долго. Помощь развернулась и в городском штабе по ликвидации последствий пожара. Сюда приходят люди, чьи дома превратились в груды пепла. Организовали здесь горячий чай, булочки для пострадавших, а также для людей, которые исполняют свои служебные обязанности. Атмосфера накалена. Люди находятся в шоке. Отлючить пострадавшего от массы других просто. Выдает домашняя одежда в центре города. Я в чем сижу, и все. Это вот тут мне родственники принесли, и все. Я вчера вообще прилетела сюда в штанах спортивных и в майке домашней. Я прожила в этом доме с самого рождения. Мне 51 год. И вот я, можно сказать, самый старейший житель этого дома. И вот в одночасье мы остались вообще без ничего. Помимо гуманитарной и материальной поддержки, оказывается еще и духовная. Отец Александр здесь для того, чтобы показать, люди не остаются один на один со своей бедой. Морально-психологическое, чтобы можно было помолиться об этих людях, успокоить их прежде всего. Большинство людей, с которыми приходилось мне сегодня общаться, они все-таки уверены в том, что помощь им будет оказана. Если у вас есть возможность помочь, обращайтесь в храмы Ростова-на-Дону либо в епархиальный центр гуманитарной помощи на улице Орбитальной, 1Б. Анна Глебова, Дмитрий Николин, телестудия «Дон православный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова